Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет влог. Записываю приветствие. Надеюсь, что у вас все хорошо. Покажу вам пособие, по которым мы занимаемся. Я уже выкладывала в своем телеграм-канале первый пост достаточно большой про речевое развитие. Это самое начало. Таких еще будет, наверное, 3 или 4. И там я буду рассказывать остальные вещи. Но это телеграм-канал, который посвящен вот этому каналу. Поэтому там и косметика, и что-то просто из жизни. Поэтому переходите. Если у вас тоже есть телеграм-канал, я ссылку обязательно оставлю снизу. Там можем болтать в режиме реального времени. И так как я сейчас и что-то на канал пытаюсь снимать, и туда выкладывать, и в инстаграм, то, в принципе, нигде не успеваю, как обычно. Поэтому, ну, как-то вот по чуть-чуть стараюсь. Не каждый день, даже, может, неделю раз только получается пока что. Но сейчас будет хорошая погода. У меня будет больше свободного времени, потому что ребенок чаще будет на улице гулять. Вот. По выходным, когда я как раз-таки могу снимать. И, да, постараюсь записывать побольше, фотографировать побольше и побольше делиться с вами информацией. Поэтому обязательно приходите в мой телеграм-канал. Ну, я рада, что здесь я тоже могу снимать видео, потому что до меня уже как раз дошли все мои посылки с Алиэкспресса. Я заказала кое-что еще. Но говорят, что в Эстонии, как сказать, китайская почта расторгла договор с эстонской почтой по этой причине. Потому что, ну, это что-то связано с тем, как передвигались грузы. И теперь я не знаю, как посылки будут приходить, как раньше или нет. Но все это в любом случае будет с июля. Так что до июля я еще пару видео, скорее всего, успею снять. А потом не знаю, как вообще все будет. Но я думаю, что мы с вами как-то в этом разберемся. Есть еще другой сайт, Zoom, например. И оттуда тоже я могу что-то заказывать. Там, в принципе, посылки, точнее, товары практически такие же, как и на Алиэкспресса. Могу находить их на Алиэкспрессе, ссылки давать на Алиэкспрессе. В общем, посмотрим, что будет. Ну, а если вам интересно, что было во влоге, как раз покажу книжки, по которым мы занимаемся. Покажу, что... Ну, в общем, я что-то еще во время того, как мы переезжали, снимала. С одной комнаты в другую. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Наконец-то до меня дошел стол. Должен был прийти вот только вчера, по-моему. Но привезли на неделю его раньше. И теперь он стоит вот в этой комнате. Единственное, что он, конечно, оказался чуть-чуть светлее, чем я ожидала. Я немного на экране сделала потемнее, потому что цвет тоже отличается. Вот сейчас самый правильный цвет показывает. Но на самом деле я не расстроилась, потому что мне этот цвет очень понравился. Оливковый. Безумно красивый. Я сейчас сижу, я обещала пост про задержку речевого развития. Вот как раз я себе и ноутбук поставила. Пишу, потому что информации очень много. И на телефоне я просто устану ее писать. Допишу, вы сможете найти на моем телеграм-канале. Я ссылку оставлю на него снизу. А сейчас... Сейчас пылесос. Сама кищается. Так, а сейчас я планирую убираться. Хочу все протереть, потому что мы совсем недавно закончили все переставлять. Пришлось достать мой большой органайзер, потому что косметику пока я особо сюда никак не распределяла. Ну так переношу понемножку из комода. И сюда, в общем, его ставлю. А так я, конечно, очень довольна теперь своим вот этим местом. Ну, может быть, органайзер потом я уберу, конечно, потому что он достаточно такой большой. И мне хотелось туда вазу с какими-нибудь цветами поставить, потому что вот у меня здесь две вазы наверху стоят. И я думаю, что постепенно они переедут куда-то сюда, а я что-нибудь с органайзером придумаю. Вот, так что... Не знаю, влог у меня сегодня, наверное, будет без меня в кадре, потому что из-за аллергии я совсем... У меня все, глаза опухшие, нос постоянно течет. И поэтому, думаю, мне даже никак и косметику на лицо не нанести, просто чтобы прилично выглядеть, потому что у меня сразу начинают глаза слезиться. Выпила единственную таблетку, которую нашла дома от аллергии. Вот, и сейчас более-менее ничего так стало. Ну, по влоге увидимся дальше. Покажу, что у меня нового появилось. Так, и сейчас покажу вам как раз, как теперь здесь в комнате. Здесь раньше наша спальня была, а теперь у Льва комната своя, большая. Вот, кровать, которую мы купили. Снизу выдвигается еще нижняя часть, и может лечь еще один человек. Там и матрас. Сейчас там как раз простынь у меня, потому что, когда он ложится спать, я его укладываю, либо Женя, мы ложимся вот на эту кровать, потому что ему обязательно нужно, чтобы его обнимали. Как он засыпает, потом встаем и ходим уже в свою спальню. В общем, коврик уже этот мы покупали еще в ту маленькую комнату. Маленький круглый его коврик остался, его комод. Здесь у меня еще вещи. Вот он подрался немножко, надо покрасить его там. В общем, вещи еще надо сложить в ящик. Ну, здесь просто коробка с вещами. Ночник я сюда положила. Так, что у нас еще здесь? Ага, также у нас здесь увлажнитель воздуха. У нас предыдущий электролюкс был, мы его отдали, и в эту комнату купили вот такой вот небольшой. Кстати, мне очень он нравится. Тут не оставляет воду нигде здесь, в общем, возле себя. И хорошо работает, и ночные режимы есть классные. И стоил недорого. Ну, до 100 евро это точно. В общем, полностью им довольна. Также очиститель воздуха в этой комнате оставили, потому что здесь она самая теплая. И, как мне кажется, она самая пыльная. Теперь еще из-за того, что здесь много постельного белья, пыли тоже будет очень много. Нужно купить новое одеяло сюда, потому что у него только маленькое. Вот это мое сверху лежит. Ну вот, и стол потом. Вот этот стол поменять на икеевский. Потому что икея стол вообще очень классный. Покупали ему для занятий. Этот уже, наверное, себя он как бы изжил, потому что он особо за ним и не сидит. Ерундой всякой тут страдаем. А тот стол у нас для занятий. Это я, кстати, делала пост про карандаши. Вот мои небольшие такие находки. Блин, что-то не фокусируется. О, вот так вот. Тоже вам потом эти карандаши покажу. Так. И, и, и. Что-то я еще хотела показать. А вот еще ему подарили самокат. Вот такой вот балансировочный. И сейчас он на нем. Ну, он довольно быстро научился кататься. Еще не совсем, знаете, немного неуклюже. Но я думаю, что в ближайшие дни он его освоит. Вот он только второй день на нем прокатился. И уже, в принципе, нормально держится. Но балансировать, конечно, на нем тяжело. Все время в разные стороны тебя клонят. По-моему, потом этот руль убирается. И что-то из него еще, в общем, можно сделать. Ну, посмотрим. Так что, вот. У нас сегодня такая красивая погода. Не знаю, видно вам или нет. Вот там, где дым идет вдалеке. Там видно прям озеро из моего окна. И если, допустим, на улице ветер и солнце светит, то очень красивый отблеск. Я потом как-нибудь сниму. Очень красиво прям завораживает. Бывает, садимся вместе со львом и смотрим. Очень красиво. Так, и сейчас что я вам еще хотела показать. Я говорила уже, да, что я написала пост про наши занятия для развития речи. И сейчас хочу показать вам вот эти все пособия, которые здесь лежат. Точнее, на нижней полке здесь я не считаю. Здесь у нас сказки. Ну, немножко такие задрипанные. Но это нам отдавали из детского сада. И просто люди, знакомые какие-то отдавали. Это не лев порвал. Вообще у нас не рвет книги. Единственное, что вот это два года ему было. Я давала ей вот. Порвалась книжка. А так он, в принципе, молодец. Не рвет никогда. Вот, значит, все наши пособия. Это все как раз направлено на развитие речи. И я уже выкладывала пост в Телеграм, где фотографировала те пособия, по которым мы занимаемся. Если у вас есть Телеграм, я ссылку оставлю. Можете туда зайти и там посмотреть. Ну, то есть там удобно. Все фотки можно хорошо рассмотреть. И также я указала и фамилии авторов, и что вы можете на Ютюбе посмотреть, какие полезные обучающие видео. Вот, но в целом все это выглядит вот так. И я прям очень-очень особенно рекомендую вот эти три книги, годовые занятия, курс годовых занятий Жуковой. Марии, по-моему, вот, очень классные книги. Мы и в один-два года всю ее, в принципе, прошли, потому что я начинала прямо вот с таких азов. Потом мы переходили уже... Потом я покупала вот такой вот 0.3 до трех лет. Здесь что-то сходится вот вместе с этой книгой. Но и есть другие занятия. И вот была 2-3 года. Это тоже вот такая книга. Здесь яркие такие крупные иллюстрации. Ну, в принципе, Лев это уже все знает. Ну, повторение мать учения, поэтому мы часто эти вещи с ним повторяем. И пальчиком буквы вот так прорисовываем. Говорят, это вообще очень-очень полезно. Поэтому обязательно вот присмотритесь именно к этой серии книг. И я потом обязательно сделаю вторую часть своего поста, где я расскажу еще о других книгах, которые нам в этом очень помогли. А так вот записывайте, поищите. Они недорого стоят, но здесь действительно есть все, что нужно. Появился новый фаворит, амням. Лев увидел его в мультике, потом на Алиэкспресс нашел. Он так ловко орудует с планшетом. В общем, нашел на Алиэкспресс этого амняма. Ну, это контекстная реклама, или как она, таргетная, таргетная, наверное, да, реклама. Он так работает, сама выдала ему. И, в общем, заказали мы его. Теперь он кормит его конфетами. Вот здесь конфеты лежат. Он каждое утро встает и завтраком его кормит. Кстати, классная игрушка, очень хорошего качества. И можно во многие игры играть и также заниматься развитием речи, озвучивать ее, просить его повторить какие-то слова. Поэтому никогда не пренебрегайте его ролевыми играми, потому что действительно у ребенка очень многие функции в этом плане развиваются. Немного покажу, как у нас цены поднялись на все. Например, сахар, который стоил 58 центов или 60.95. Мы раньше этот сахар покупали. Су, стопа. Так, и я сейчас планирую разобрать свой шкаф. У меня здесь осталось очень много теплых вещей. Я хочу как раз освободить место. И у нас в город мой небольшой приехало 40 человек из Украины. И им нужны вещи. Я уже в начале марта собирала 5 пакетов, отдала. Ну, там были в основном детские вещи. И такие, знаете, на теплое время года. Но у нас все никак тепло не наступает. Поэтому сейчас вот как раз я решила посмотреть куртки. Пальто у меня здесь есть, которое я могу отдать. Как раз освобожу себе место. И девушкам будет в помощь это. Потому что в основном все они моего размера где-то. Ну, молоденькие. Плюс дети у них тоже. Там 15-16 лет. У нас, в принципе, размер одинаковый. И сейчас вот соберу как раз куртки, которые больше не буду носить. И отдам им. И также нужно посмотреть еще кое-что из детской обуви и из детской одежды. В прошлый раз я уже отдала. Но сестра мне сказала, что острая нехватка в обуви. Поэтому сейчас что-то еще из обуви посмотрим. Потому что у льва нога очень быстро растет. И посмотрю еще кое-что из своей обуви. Потому что я ничего не занашиваю. У меня вся обувь и вещи в достаточно хорошем состоянии. Потому что их много. И поэтому, ну, хоть каждый день в новой куртке ходи. Так что вот сейчас я этим займусь. Потому что шкаф уже просто, даже если что-то новое хочешь купить, невозможно это засунуть. Ну, и как раз вот сделаю хорошее дело. Освобожу шкаф и девчонкам помогу. Они, конечно, уже устроились на работу. Может быть, и сами могут все купить. Но пока там будет зарплата еще. Так что вот сейчас этим и займусь. Так, я обещала вам рассказать про карандаши в таких натуральных оттенках, цветах пыльной розы. Потому что это первое, что я обычно в брендах ищу. Так как я в основном только такие карандаши использую. Поэтому расскажу вам потом в отдельном видео. Потому что у меня их много. И это еще, по-моему, не все. И пользуюсь я с разной периодичностью. Всеми. Бывает, помогу неделю, например, от Рилуи. Сейчас я их экономлю. Потому что достать больше негде. У нас больше в Эстонии Вайтберис не работает, к сожалению. А я оттуда их заказывала. И также вот эти вот классные карандаши от Miss Tice, которые я прям всем очень сильно рекомендую. Стоят они копейки. Но посмотрите, какие они огромные. И хватает их надолго. Они достаточно стойкие. И вообще супер просто вещь. И не знаю, где буду доставать потом. Но посмотрим. И много других карандашей таких брендов, как Catrice, Essence. Тоже у нас в Эстонии Essence и Catrice представлены. Вот тоже классный карандаш от Essence. Я покупала два в разных оттенках. Так что сделаю, наверное, отдельное видео. И на этом, скорее всего, закончу свой сегодняшний влог. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожелания, пишите, пожалуйста. И увидимся в следующем видео. Пока!